В Москве прошел Международный автомобильный научный форум, темой которого стали наземные инновационные транспортные средства с низким углеродным следом. Проще говоря, электрический и водородный транспорт. Одним из выступающих неожиданно оказался главный конструктор Ульяновского автозавода Олег Крупин, который обрисовал ближайшие перспективы родного предприятия. И в этом будущем нашлось место электромобилям. Напомним, что чешская фирма MW Motors некоторое время назад создала Spartan, батарейную версию УАЗа Hunter. Демонтировав бензиновый атмосферник, чехи внедрили электрический мотор и блок аккумуляторов. Новинка вышла сложной и дорогой, однако УАЗ готов выпускать такие мелкими партиями. Вот на основании вот этого прототипа мы разрабатываем уже концепцию таких автомобилей другой линейки. Это и УАЗ Патриот, который у нас сегодня является флагманским автомобилем, и автомобили УАЗ Профи, коммерческий ряд наших автомобилей. Впрочем, главный конструктор автозавода аккуратно уточнил, что все это будет реализовано только лишь если электрохантер окажется нужен рынку. А вот гибридных ВАЗиков, которыми грязила компания, не будет точно. Несколько лет назад, а именно около трех лет назад, у нас был совместный проект с нами по созданию гибридной версии автомобиля УАЗ Профи. После того, как этот автомобиль был создан, были проведены маркетинговые исследования, которые показали, что проект не имеет экономической целесообразности, потому что не будет востребован рынком. О проекте глубокого рестайлинга «Патриота», что публика успела прозвать «Русским Прадо», представитель УАЗа умолчал. То ли из-за безуглеродной тематики форума, то ли из-за заморозки самого проекта. Финальная новость о родственном Заволжском моторном заводе, где состоялось совместное заседание администрации, структурных руководителей и профсоюзного актива. На этом мероприятии гендиректор ЗМЗ сделал крайне важное заявление. Мы не планируем закрытие производства и продолжаем работу по выпуску четырехцилиндровых двигателей на промплощадке ЗМЗ. И производить их мы будем, я уверен, достаточно долго, так как эти двигатели напрямую связаны с жизненным циклом автомобилей УАЗ. А эти автомобили, несмотря на свой достаточно почтенный возраст, являются востребованными. Это заявление директора высказано на фоне серьезных сокращений во многих отделах ЗМЗ и объяснимой паники в соцсетях. Впрочем, в частных разговорах менеджеры группы Солерс также уверили Автоплюс, что ЗМЗ будет жить.